В Актюбинской области с начала зимы за несвоевременную очистку дорог от снега наказали больше ста должностных лиц. К административной ответственности привлекли Акимов районных центров, сельских округов, а также руководителей и специалистов управлений, ответственных за содержание дорог. Общая сумма штрафов превысила 3 миллиона тенге. Жители микрорайонов на окраине областного центра чаще всего жалуются на занесенные снегом улицы. Говорят, что на дорогах застревают автомобили, а пешеходы идут к остановкам едва ли не по колено в снегу. Причем хуже всего ситуация обстоит на второстепенных улицах. На центральных снегоуборочную технику видят чаще. Дороги не чистят, тут затор, машины останавливаются, детям в школу трудно. У меня два сына машины есть, тоже буксуют они, на работу ездят в город. Люди пешком идут, он спотыкается с игроком. Первостепенные постоянно убирают, вот они там здесь обслуживали. Вот желательно, чтобы второстепенные дороги тоже выбирали бы. С начала зимы за несвоевременную очистку дорог от снега к административной ответственности привлекли 104 человека. Среди них акимы четырех районных центров и 11 сельских округов, а также сотрудники управлений и организации, ответственные за зимнее содержание дорог. По словам проверяющих, не вовремя убирали снег в Алге, Иргизе, Уиле и селе имени Жургенова. Нарушения выявили в Мугалжарском и Шалкарском районах. Сумма зависит от того, это должностное лицо или юридическое лицо. Должностное лицо, согласно Кодексу административного правонарушения Республики Казахстан, 15 МРП. А если юридическое лицо, это уже будет зависеть от малой, средней, крупной бизнеса. Там штрафы разные. От 10 до 40 МРП. По данным управления пассажирского транспорта и автодорог, в очистке районных и областных трасс сейчас задействовано больше 200 единиц техники. Спецмашин, утверждают в Акимате, и инертных материалов достаточно. Учитывая то, что от состояния трасс зависит безопасность водителей и пассажиров, контроль за подрядными организациями усилили. По областным дорогам на 60 единиц специальной техники установлены GPS-трекеры. Данные GPS-трекеры объединили в единую базу. И с одного аккаунта имеется возможность наблюдать, где какая техника находится. То есть в реальном времени. Кроме того, создана WhatsApp-группа «ХЭС-2021-2022». Данная группа работает круглосуточно. Создана была для оперативного реагирования в случае ухудшения погодных условий. В этом году на содержание дорог местного значения выделили свыше миллиарда теньги. Наталья Салькова, Булат Молдогалей, Фактубе, Хабар-24.